Доброго времени суток всем зрителям в эфире Инсталайв и я его ведущий Лев Диденко. Сегодня гостями студии стали директор Института вычислительной математики и информационных технологий Чикрин Дмитрий Евгеньевич и заместитель директора по социальной воспитательной работе Института вычислительной математики и информационных технологий Егорчев Антон Александрович. Что ж, здравствуйте и перед тем, как мы начнем, я знаю, что у вас есть промо-ролик института, давайте мы сейчас посмотрим его и после этого уже начнем наш прямой эфир. Всем внимание на экран. Институт учительной математики и информационных технологий является институтом, который отвечает за подготовку не просто IT-специалистов, а IT-специалистов по различным междисциплинарным профилям подготовки. Мы готовим не только программистов, хотя мы готовим и очень сильных программистов, в том числе и фуллстек-разработчиков, и разработчиков по другим направлениям деятельности от веб-технологий, заканчивая скалорным проектированием. Но что самое ценное, мы готовим тех специалистов, которые больше не готовят в нашем регионе нигде. Эти люди сейчас крайне востребованы на современном рынке труда, обладают максимальными зарплатными чеками, и, в общем-то, мы являемся лидерами подготовки такого рода будущих кадров для нашей индустрии. В нашем институте студенты постоянно узнают что-то и обучаются чему-то новому. В МК представлено 7 направлений бакалавриата, 7 направлений аспирантуры, 14 программ магистратуры, две из которых совместные с зарубежными университетами. Я приехал из Кыргызстана. Когда я понял, что хочу связать с жизнью с IT, наверное, переломный момент было, когда я перешел в 11 класс. Тогда я понял то, что IT – это мое призвание. Наши студенты учатся не только в аудиториях, но и на площадках различных проектов. Это различные конкурсы, симпозиумы, конференции. Студенты активно принимают участие не только в мероприятиях института, но и в университетах. Это студенческая весна, день первокурсника, день студента, день науки и различные спортивные и творческие мероприятия. Нельзя сказать, что студенты и в МИД живут какой-то отдельной жизнью. Студенты КФУ – это как одна большая семья, как такой слаженный механизм. Учиться здесь классно, учиться здесь здорово. И если вы поступите к нам на ИФМИД, вы ни о чем не пожалеете. СКБ занимается именно подготовкой наших студентов к профессиональному развитию. Они отрабатывают навыки, то есть они приобретают рабочий опыт, еще находясь в стенах нашего университета. К нам может прийти любой желающий. Мы рады всем студентам, которые привлекают активность. Наши студенты с первого курса живут в деревне Универсиады. Поэтому в свободное от учебы времени они проводят культурно-массовые мероприятия, общаются с другими институтами. Жизнь в ДУ – это та же самая жизнь в общежитии, просто с более комфортными условиями. Сначала было, конечно, немножко не по себе переезжать в другую страну, но я быстро нашел своих друзей, новых друзей, и влился в учебный процесс. Мы готовим не ремесленников, мы готовим тех людей, которые будут определять лицо в современной индустрии. С одной стороны, у нас учиться сложно, с другой стороны, у нас учиться очень здорово. Во-первых, вы никогда не будете скучать, во-вторых, если вы вложите в это свои силы, свою энергию, то вы абсолютно точно не пожалеете. Субтитры делал DimaTorzok Что ж, вот мы и посмотрели ролик. Неплохой ролик, интересный. Кто только-жи-только подсоединился, напоминаю, это Инсталайф с Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ, в ходе которого вы можете узнать много об институте, задать свои вопросы, узнать об особенностях приемной кампании и учебном процессе. Так, начинаем, я думаю. И первый вопрос. Дмитрий Евгеньевич, наверное, вам. Расскажите об институте, его направленности, учебном процессе и программах, которые реализуются на ВМК. Ой, как много разных вопросов. С чего начать-то, интересно? Давайте об институте. Об институте. Евмит раньше назывался ВМК, но, собственно, и сейчас тоже называется Евмит ВМК. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Мы занимаемся выпуском программистов и IT-специалистов по большому переченному направлению. Это, в общем-то, в ролике я уже говорил, как классические специалисты в различных направлениях программирования, начиная от программирования, условно говоря, там на Ява, заканчивая там Python 1С. Специалисты в области бизнес-информатики, которые имеют тесную интеграцию с бизнесом. И дальше у нас идет достаточно значительная специализация как раз по высокопроизводительным вычислениям, data science, большим данным. И в последние пару лет мы очень сильно усилили интеграцию, это называется, с реальным сектором экономики и другими областями. Условно говоря, мы сейчас готовим IT-специалистов, которые сразу специализируются кроме IT и их инструментов в других областях, как, например, в физических исследованиях, биомедицине, например, химии, физике. Тут дело в чем? Дело в том, что IT-то, по сути, как в начале 20 века, лицо нашей планеты, для общеинженерами, сейчас лицо нашей индустрии, вообще всего, общество определяется IT-специалистами. IT-специалисты, по сути, инженеры нового поколения. Но сейчас все меньше нужны чистые специалисты в области IT, ну просто потому, что они кроме своей области ничем часто не разбираются, им это не нужно, а именно те, кто разбирается в других областях, начиная от того, чтобы запрограммировать какую-нибудь промышленную установку, движок или станок, и заканчивая тем, чтобы разбираться, как работает медицинско-диагностическое оборудование или система машинного зрения, интеллекта и все остальное. Вот если на других факультетах, в других университетах такие направления подготовки встречаются сейчас только эпизодически, то у нас этим пронизан вообще весь учебный процесс, потому что уже начиная со второго, с третьего курса мы набираем студентов, делаем соответствующие скидки по академическим дисциплинам в так называемое студенческое конструкторское бюро или СКБ. В студенческом конструкторском бюро студент имеет возможность, заменяя лабораторные практические занятия на занятия в СКБ, участвовать в реальных проектах, которые ведет университет с индустрией, то есть это позволяет студентам с второго, с третьего курса иметь опыт реальных живых практических проектов, а лучших студентов мы берем на стажировку и на зарплату, которая по крайней мере соответствует индустриальным стандартам. Вот, если вкратце, то так. Что по тому, каким образом происходит непосредственно учебный процесс и каким образом происходит досуг студентов, я, наверное, передам слово своему коллеге, потому что он, во-первых, является выпускником ВМК, в общем-то, одним из лучших выпускников ВМК, тем более за последнее время, и он отвечает непосредственно за этот пласт работы, начиная от приемной кампании, заканчивая как раз социальную активность студентов. Антон Александрович, вот что вы можете добавить. Всем здравствуйте. Какие у нас вопросы остались, Лев? Ну, давайте про учебный процесс и об образовательных программах в институте поговорим. Досуги, досуги, не образовательные, про образовательные программы много сказал. Про учебный процесс, как он проходит, где проходит, и вот про досуг как раз, социальную активность. Значит, как уже было сказано, учебный процесс у нас проходит во втором здании КФУ. Это высотка, у нас там стоят современные компьютерные классы, современные аудитории, где студенты проходят обучение. И также, как было сказано, у нас существует студенческое конструкторское бюро, где студенты уже реально на практике, на основе заказов, либо это какие-то внутренние проекты Казанского университета, либо это внешние заказы. Они уже приобретают там практический опыт. Вот. Это такой вот один из наших факультативов, который сильно пересекается с практикой. Нужно сказать, что мы ориентируемся сейчас, то есть, если всегда ВМК ассоциировался, по крайней мере, раньше, как именно институт, отличающийся глубокой математической подготовкой, сейчас он это за собой оставил, но при этом еще и добавилась вот такая вот, вот уклон именно на практическую деятельность, на реальный сектор. Помимо студенческого конструкторского бюро, у нас есть достаточно много различных факультативов. Это и массово-развлекательные мероприятия, которые проходят каждую неделю. Студенты у нас участвуют в судвеснах, студентгода и так далее. То есть, много, у нас очень много спортсменов, призеров, у нас очень много активистов. Но кроме этого, и помимо кружков по научной деятельности, у нас есть Олимпиадный центр. Про него нужно сказать отдельно, потому что, во-первых, мало у кого есть свой Олимпиадный центр. И наш Олимпиадный центр является ведущим в нашем регионе. Он появился достаточно давно. То есть, я сам еще когда-то посещал Олимпиадный кружок. Сейчас он разрос до целого центра. Ребята, которые туда ходят, последние три года выходят в чемпионат мира по программированию. Что это означает? Все, кто участвует в каких-то Олимпиадах по программированию, их всех замечают ведущие компании, и это не только российские компании, это скорее даже не российские компании. Их замечает Google, Microsoft, которые, соответственно, сами проводят эти Олимпиады. То есть, студенты, которые участвуют в Олимпиадном центре и участвуют в Олимпиадах, даже не занимая призовые места, получают уже приглашение в последующем на работу в ведущих организациях с соответствующей заработной платой. Можно сделать большой дополнительный вопрос, чтобы вы вообще все понимали? Я вот на самом деле могу сказать, что в нашем Олимпиадном центре является ведущим не только в регионе, но и по России. Вообще, Антон Александрович сказал очень важную вещь, что последние три года наши команды выходят в финал чемпионата мира по программированию. Чтобы вы понимали, в финал чемпионата мира по программированию в принципе выходит меньше ста команд со всего мира. Условно говоря, меньше одной команды со страны. Вот от нашего университета, от университета, каждый год, последние три года, в финал чемпионата мира выходит по одной команде. В четверть финала и полуфинала выходит по две-три. То есть, почему это важно? Потому что это означает, что каждый год 15-20 человек, которые участвуют с нашей стороны, дают офферы, такие крупнейшие бренды, причем на высшие позиции, как Microsoft, Google, Tesla, другие компании. Но этой возможности, конечно, пренебрегать не стоит. Я просто вот наше небольшое дополнение. Да, и кроме того, на основании всех этих результатов, то есть, руководитель нашего Олимпиадного центра сейчас является ответственным за проведение одной восьмой чемпионата мира по программированию. Ну, то есть, получается, в ваш институт, если поступает ребенок, даже если он никогда не сталкивался с программированием, может прийти в центр и начать уже научиться, программировать и стать уже каким-то таким человеком, которого заметят. Именно так. Что ж, раз мы затронули тему компании и прием на работу, вот спрашивают, а в какие еще такие мировые, крутые, крупные IT-компании обычно идут выпускники после EMI? Могу рассказать достаточно детально. Да, пожалуйста. То есть, вот, компании, в которые идут наши выпускники, они распределяются по следующим властям. Это чистые софтверные компании. В России это Яндекс, Мэйлру Групп. Кстати, в этом году у нас впервые запустила совместную стажировку с Яндексом. Яндекс, Мэйлру Групп, зарубежная. Это вышеупомянутый как раз Microsoft, Google. Еще из российских можно здесь упомянуть тот же самый 1С. И достаточно большое количество стартапов и уже крупных компаний, которые работают в достаточно большом количестве сферы разработки IT, начиная от бизнес-приложений и инструментов бизнес-аналитики, заканчивая мобильных игр. Следующая сфера, в которой присутствуют наши индустриальные партнеры. То есть, вообще, чтобы вы понимали, у лучших студентов факультета, начиная с третьего курса, мы... Работу вообще искать не приходится, мы их сами трудоустраиваем. Ну, в смысле, мы им даем варианты трудоустроиться у лучших специалистов. То есть, мы сами трудоустроим, у лучших специалистов, но если им это, естественно, нравится, там не хотят, там сами выбирают, это никаких проблем. Вторая сфера – это финтех. То есть, это программирование в области финансовых инструментов. Финтех – это прежде всего сейчас Сбербанк. Сбербанк является с ноября месяца 2020 года нашим стратегическим партнером. Мы с ним сейчас развиваем одновременно семь проектов и ведем одну программу магистратуры по бизнес-информатике, после которой гарантируется трудоустройство Сбербанка. Прям гарантируется прям вообще всем. Вот. Потом, кроме Сбербанка, это крупнейший хоудинг и крупнейший банк нашего региона – Акбарс Хоудинг. Вообще является одним из крупнейших хоудингов многопрофильных по республике. Из международных компаний по финтеху можно рассмотреть такую компанию, как Fix Group. Fix Group вообще крайне лояльно относится к нашему факультету. Это компания «Миллиардник». В общем-то, единорог. Плюсом этой компании является то, что она чрезвычайно лояльна к нашему факультету, просто потому, что ее генеральным директором и фаундером является как раз выпускник нашего факультета. Вот, Дмитрий Еремеев. Вот. Следующая область – это промышленность. В промышленности мы работаем с такими крупными компаниями, как, ну, я уж сразу скажу, это КАМАЗ тот же самый, то есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, чтобы вообще понимали, то есть, вот зарплаты айтишников высшей квалификации на всех предприятиях очень высокие, прям вообще, ну, принципиально отличаются от зарплат средних по предприятиям, да. То есть, ну, скажем так, зарплаты даже на том же самом КАМАЗе, они отличаются кратно по отношению там к специалистам среднего профиля. Мы работаем с рядом предприятий объединенной двигателестроительной корпорации, объединенной судостроительной корпорации и предприятиями Аэрокосмоса. Ну, вот, в общем-то, начиная от центра Хруничева и заканчивая компанией Daury Aerospace, которая является, в общем-то, стартапом на рынке, как раз, аэрокосмические технологии российские. Ну, вот, кого еще можно упомянуть, кого еще можно упомянуть, то есть, мы упомянули индустриальную сферу, финтех, разработку программного обеспечения, а, ну, вот, конечно, в биомедицинской области, сейчас наши выпускники очень востребованы. По биомедицине мы работаем с крупнейшими клиниками, вот, как раз, с партнерством с Институтом фундаментальной медицинной биологии, ну, просто потому, что наши выпускники, действительно, как программисты, чрезвычайно востребованы вот на рынке труда именно вот в биомедицине. Ну, есть в качестве, наверное, вот так. Да, вот вы, как раз таки, перечислили и медицину, и финансы, и промышленность, то есть, если подытожить все вышесказанное, можно сказать, что выпускник и в МИД, он будет не только уметь разрабатывать приложение под Android или Apple, а будет востребованным программистом во всех областях? Нет, если он хочет, он будет иметь разрабатывать приложение под Android. Если он хочет, он может иметь, он будет уметь разрабатывать приложение под интернет вещей. Если он хочет, он будет разбираться в финтихе и специализировать по бизнес-информатике. Именно как раз потому, что у нас есть возможность глубокой специализации, но при этом, ну, хороших общих сведений, именно поэтому у нас есть 7 программ бокового ряда и 14 программ магистратуры. То есть в рамках программы бакалавриата мы даем общий фундамент, базис, который уже дает возможность трудоустроиться. Потом в магистратуре, магистратура, все программы магистратуры у нас ориентированы на обучение без отрыва от производства. То есть мы даже настаиваем, чтобы наши студенты уже начиная с четвертого курса, не говоря уж с магистратурой, работали. И делаем максимальное, что называется, удобное графико обучения и формат сдачи каких-то аттестационных испытаний в магистратуре. Специализацию мы обеспечиваем именно в магистратуре, потому что за рубежом, а очень большое количество наших выпускников работает за рубежом, но из России по дистанту, есть очень большая разница. Вы являетесь бакалавром, ну бакалавром являются все, иначе вы вообще не работаете в области IT, или у вас есть, как в сериале Dr. House, MD хотя бы. Это принципиальная разница. Это принципиальная разница в зарплатном чеке, и, наверное, стоит во многих случаях потратить дополнительно два года, тем более ничего особо не отрываясь, чтобы как-то принципиально изменить свою профессиональную жизнь. Магистратура у нас 14, это очень много. Да, тогда сразу в догоночку вопрос про магистратуру. Вот спрашивают, могу ли я поступить в магистратуру, закончив в другой институт? Вообще без проблем. Собственно говоря, в этом году мы ориентированы на то, чтобы в нашу магистратуру поступали во многом студенты других институтов и специалисты наших индустриальных партнеров. Потому что мы хотим как раз показать, что, ну, мы хотим показать возможности нашего института сейчас более широкому кругу, кроме тех, кто у нас сейчас учится. Поэтому сейчас мы максимально идем на встречу именно поступающих к нам со стороны, и мы гарантируем индивидуальный подход, поступающий к нам со стороны, вплоть до выделения индивидуальных преподавателей в процессе обучения, индивидуальных тьютеров, для того, чтобы можно было максимально легко покрыть свою академическую разницу, ну, и обеспечить вот этот вот необходимый уровень образования. Тогда еще один вопрос, кстати, тоже почебного процесса. По многих источниках, которые называть я не буду, становится упомянутым концепция систем образования. Вот, пожалуйста, про нее. Понимаете, я вообще сам человек из бизнеса. В бизнесе, что важно, это иметь конкретный подход ко всему и получать конкретный результат. Вот, если вы даете образование какое-то аморфное, да, которое непонятно куда движется, вы даете образование плохое. Сейчас, ну, это так, да. Концепция системы, она предельно конкретная. Она говорит о том, что каждому студенту приблизительно в равных пропорциях должны даваться четыре пласта дисциплин. Первое, математика. Еще раз, мы не верим просто в кодеров. Просто кодеры-тремесленники, они нафиг будут скоро никому не нужны, когда искусственный интеллект, он сейчас уже вполне может это делать, сможет писать простые программные продукты. Математика занимает четверть нашего образовательного процесса. Если вы не знаете математику, не идите к нам. Ну, это действительно так. И вам будет сложно, и будет нехорошо. То есть, нам нужны люди, которые, по крайней мере, математику терпят. А еще лучше, они ее любят. Второе, это стек технологический. То есть, мы даем четверть, вторая четверть, посвящена существующим технологическим платформам языкам программирования. Ну, как бы. Третья четверть, инжиниринг. Четверть нашей деятельности. Ну, собственно говоря, почему мы говорим о климических скидках. Она посвящена проектной деятельности. То есть, вы применяете ваши знания технологические в непосредственных проектах, которые исполняет наш институт. Вот. И, наконец, последняя, ну, вернее, она как первая, то есть, последняя четверть, соответственно, буквы S, Science. Это означает, что, когда вы учитесь, вы специализируетесь в какой-то области. Причем, Science, это может означать как другую предметную область, например, то же самое, там, биологию, физику, что-нибудь еще. Но Science, это может быть и Computer Science. То есть, вы можете быть именно исследователем и глубоким специалистом в области IT. То есть, когда вы совсем в него погружаетесь. То есть, еще раз повторюсь, у нас концепция образования, то, что наши дисциплины разделены приблизительно одинаково на четыре части. И мы к этому стремимся. Это концепция, где одинаковому вниманию уделяется подготовке математической, подготовке выбранной предметной области, современным технологическим инструментом и проектной деятельности. Это концепция тема образования. Чем она хороша? Тем, что если вы имеете диплом, в котором есть подтверждение, то, что вы являетесь STEM-специалистом, вы автоматически в большинстве компаний, которые, по крайней мере, работают на международном рынке, имеете двойной зарплатный чек. То есть, помимо того, что ты просто вкладываешь в корочку, это еще и бонусы к зарплате. Ну, как бы, это вообще вопрос, зарплата всегда вопрос переговоров, но STEM-специалисты, они имеют двойной зарплатный чек. Как бы, ну, это нормально. Потому что не STEM-специалист, например, часть собеседования, которая касается системного проектирования, просто не пройдет. Не STEM-специалист, например, не расскажет о тех же самых шаблонах проектирования. Не STEM-специалист не расскажет о тех проектах, которые он выполнял в пределах института, он скажет, ну, у меня же опыта нет. STEM-специалисты пройдут все этапы собеседования, и у них не требуются какие-либо испытательные сроки уже после окончания вуза. Это круто. Да, спасибо за развернутый ответ. Что ж, теперь давайте перейдем к вопросам про приемку. Это Контон Александрович. 20 июня приемная кампания началась уже в весе КФУ. Вот, спрашивают, до какого числа можно подать документы на поступление в МИД? Да, все верно. С 20 июня уже начался прием документов. Максимум их можно подать до 29 июля. То есть, это необходимо сделать. Позже уже именно подать документы нельзя будет. То есть, если вы обратите внимание на сайт КФУ, там есть другие сроки, которые касаются там 3 августа. Нет. То есть, подаете вы само заявление до 29. После этого еще у вас есть несколько дней на то, чтобы либо подать оригиналы, либо подать заявление на поступление. Когда вы уже более полным образом видите таблицу. Но ничего плохого не будет, если вы это сделаете тоже до 29 июля. Просто почему это делают в основном уже близко к 29 июля? Вы можете подать максимум на 5 различных направлений. Причем это считается во всех вузах. То есть, например, если вы у нас подаете на несколько направлений, после того, как вы подали либо оригиналы документов, либо заявление на поступление уже, если вы видите, что вы не проходите, у вас будет еще, соответственно, один шанс на то, чтобы перекинуть это заявление на другое направление, которое вы подали. Но если вы до 29 не подали на несколько направлений, вы уже не сможете подать на эти направления. То есть, заявление необходимо подавать уже сейчас. То есть, я знаю прекрасно, что аттестаты еще некоторые не получили, а получают на этой неделе после результатов ЕГЭ по информатике. Как только получаете аттестат, заходите, можно прямо перейти на сайт в систему «Буду студентом». Сейчас все переведено в электронный вид. Даже когда вы сейчас приходите в здание университета, вас сопровождают в компьютерный класс. Вы заходите в систему «Буду студентом» и там уже подаете свое заявление и прикладываете копии документов. Если у вас возникают какие-то проблемы и вопросы, то, пожалуйста, подходите на первый этаж по адресу Кремлевская, 35. Там у нас приемная комиссия. Там вам все подскажут, расскажут. И также, соответственно, помогут в электронной системе все подать. Но есть рекомендации, чтобы не было сейчас как с вакцинацией, то есть, условно говоря, месяц назад людей не было, можно было спокойно все сделать. Сейчас очереди по 50-100-200 человек. Очень рекомендую подходить в промежутке с 20 по 25 июня, либо даже раньше, потому что тогда, по крайней мере, не будет очередей очень большого количества человек и всего остального. То есть будете затягивать до последнего дня, но это же не только наше институт касается, правда, это касается вообще всех. Как бы, ну, будете все делать, что называется, в дискомфортных условиях. Поэтому советуем все делать, конечно, пораньше. Ну, и не стоит забывать то, что подать документы можно как очно, так и через сайт для абитуриентов. Ну, и даже для сайта для абитуриентов, то есть, необходимо понимать, что у нас поток очень большой. То есть, у нас уже на текущий момент подало более 2000 заявлений. 2000 уже. На направление подготовки более 2000 заявлений. Поэтому ближе к 29-му часу опять же будет поток заявлений очень большой. И как бы, ну, все-таки тоже советуем это делать чуть-чуть пораньше. То есть, необходимо подавать заранее, чтобы вы понимали, система не полностью автоматизирована, естественно. То есть, вы подали заявление, это не означает, что оно еще подано. Специалисты все проверяют вручную, чтобы у вас все было корректно, чтобы ничего не было пропущено, что ваши данные, действительно, ваши данные подтверждаются. То есть, специалисты проверяют, что сканы дипломов, точнее, сканы аттестатов, то, что вы все оценки правильно подали. Это все проверяется, все утверждается. Поэтому после того, как вы подали заявление, может пройти там от одного до нескольких дней. То есть, подавайте все заранее. Это касается бакалавриата или магистратуры тоже? Это касается всего. Это касается всего. Поэтому, тем более по магистратуре, где уже сейчас будут назначаться даты предварительных, не предварительных даже, а даты экзаменов. Вот, поэтому магистратуру особенно нужно уже подаваться. Да, потом еще по магистратуре я хочу еще отметить. Вот это как раз сделано для тех, кто к нам переходит из других институтов, с других непосредственно предприятий. Нет, естественно, и наш студент тоже могут, да? То есть, по всем направлениям подготовки будут организованы после непосредственно самой подачи документов дополнительные мероприятия, как раз вот кружки, где будут рассматриваться как раз различные задания, которые похожи на приемные. То есть, ну, как вот вы кега готовитесь, словно говоря, тренируетесь. Точно так же мы делаем по нашим направлениям магистратуры. Вот. Для того, чтобы узнать, когда, по каким направлениям в магистратуре будут эти мероприятия, тоже это можно вот уточнять по нашему колл-центру. Ну, в общем-то, либо на наших вот интернет-ресурсах, которые тоже, ну, вот, сведения там есть, вот, в Instagram везде. Так, спасибо. Вот еще спрашивают. Баллы для поступления в бакалавриат в этом году? Ну, понятно, что они неизвестны. Пока то есть неизвестны. Ну, а как можно узнать баллы о поступлении бакалавриата в этом году? А минимальные? Тут имеется в виду, видимо, минимальные баллы. Ну, я могу сказать свою оценку. То есть, это мою оценку я могу сказать. Ну, как бы, очевидно, что баллы для поступления в этом году можно узнать только когда мы соберем все заявления до 29-го часа. Я могу сказать, что для поступления на бюджет у нас, наверное, минимальный порог начнется где-то с 220, наверное, да? Да, то есть на разные направления, по-разному. По-разному, да. Если статистику прошлого года брать, то на некоторые направления 220, на некоторые уже от 250 даже. Да, 250, но тем не менее. То есть от 220, а так уже сейчас у нас есть, ну, скажем так, очень высокое рейтинговое заявление. То есть, ну, скажем так, у нас зато есть большой плюс. Даже если вы не проходите на бюджет, еще только в этом году у нас, последний год, когда очень, скажем так, компактные цены на образование в следующих годах, для вновь поступающих, они будут расти как минимум на десятки процентов, а то и кратно, потому что у нас очень существенно повысилась как раз престижность нашего образования на нашем факультете в последнее время. Поэтому, в общем-то, сейчас за очень небольшие суммы, то есть условно говоря, там 10-15 тысяч рублей в месяц, вы имеете возможность поступить на бакувриат и магистратуру. Здесь необходимо сказать очень важную вещь. Я уже говорил, что Сбербанк является нашим стратегическим партнером Казанского федерального университета, и в частности в МИД. У нас есть гарантированная программа одобрения образовательных кредитов, где, условно говоря, то есть вы можете обеспечить, если вы родитель своему ребенку, если вы тот, кто хочет учиться, ну, как-то сами себе, да, там, за 12-15 тысяч рублей, то есть, ну, вполне себе вот обучение мирового образца. Причем тут необходимо сказать, что, то есть, понимаете, то есть если вы будете хорошо учиться, раньше вот какая была возможность, да, я поступлю на платное, потом устроюсь на бюджет. Ну, на остальных факультетах сейчас, в общем-то, это сейчас так, но это как эта сказка про биобучка, то ли поступлю, то ли не поступлю, то ли есть бюджетные места, то ли нет бюджетных мест, то вообще непонятно абсолютно. У нас все это гораздо проще. Если вы хорошо учитесь, мы гарантированно вас берем в СКБ, и каждый пятый студент СКБ идет у нас на платную стажировку, которая, по крайней мере, перекрывает стоимость платного обучения. СКБ это студенческое конструктивное бюро? То есть, вот уже вот со второго курса вы вполне себе, работая, опять же, в университете, учась в университете в учебном процессе, можете этим же самым компенсировать стоимость своего платного обучения. Никто больше такого не предоставляет, вообще никто. Не то, что в университете, я университетов таких в России не знаю. То есть, главное стараться, думать головой и идти вперед. Ну, как бы, если да, это очень важно. То есть, это очень важно. То есть, мы вкладываемся со своей стороны, своими преподавателями, своими проектами, всем. То есть, мы сейчас ориентированы прежде всего на студентов. То есть, мы даже, что называется, во вред собственным сотрудникам, привлекаем больше студентов, что дать им возможность, что называется, понять, что такое у нас учиться. Мы сейчас ориентированы прежде всего на студентов. Ну да, идти сейчас на подъеме, как говорится. Что же, давайте, думаю, добьем, касательно приемки, про аспирантуру. Знаем мы тоже, что есть у вас в институте. Пару слов буквально об аспирантуре. По аспирантуре у нас есть семь направлений аспирантуры. Я рекомендую, если вы уже учитесь в Казанском федеральном университете, знаете, куда поступать. Вы общаетесь с вашим заведующим кафедрой, потенциально научным руководителем. Ну, в общем-то, вы сами все это знаете. Если же у вас есть вопросы, либо вы поступаете в аспирантуру из другого вуза, либо с предприятия, я настоятельно рекомендую связываться непосредственно со мной. И мой мобильный телефон, и моя электронная почта прямая есть на сайте университета, сайте факультета. Либо с Антоном Александровичем с аспирантами. Это, что называется, наш золотой фонд. Я провожу индивидуальные собеседования и рекомендую, куда они могут поступить. То есть, аспиранты, это круто, на самом деле. Зарплаты айтишников, которые обладают дипломом PHD, это эквивалент нашего кандидата наук, они, скажем так, за рубежом начинаются от 150-200 тысяч долларов в год. То есть, это очень большие зарплаты. Причем, опять же, повторюсь, сейчас весь мир на дистанции, для этого даже, слава богу, никуда уезжать не надо. Но, конечно, аспирантура — это значительное обязательство, и поэтому, конечно, в самом начале это необходимо отрешение принимать взвешивание. Ну и такой вопрос. Хотелось бы узнать про программу двойного диплома в магистратуре. У нас есть программа двойных дипломов с рядом зарубежных вузов. Прежде всего, с Китаем и с Чехией. То есть, это программы, которые ориентированы как раз на Data Science. На эти программы стоит идти, если вы планируете мигрировать в эти страны. В Китай или в Чехии? В Китае или в Чехии, да. Ну вот, собственно, это то, что о них можно сказать. Обучение там идет на русском и английском или только на зарубежном? У нас есть вообще такой момент. То есть, мы на протяжении ближайших двух-трех лет планируем по всем образовательным курсам осуществить возможность выбора по всем основным образовательным дисциплинам на русском, либо на английском языке, по крайней мере, в формате цифровых и электронных ресурсов. Обучение и в Китае, и в Чехии, в тех случаях, когда это идет обучение с зарубежной страной, всегда производится на английском языке. Ну, просто потому что на чешском или на китайском вам, наверное, сложно будет читать. А вот в России уже по вашему выбору. Ну, в принципе, наши основные преподаватели, которые работают по этим дисциплинам, они достаточно свободно владеют обоими языками. Что ж, вот спрашивают еще, какие языки программирования изучаются, обучаются и вообще в вашем институте? Я знаю только C++ и Python, больше я ничего не знаю. Знаете, вопрос провокационный. Потому что популярных языков программирования сейчас более 50. Я их могу, конечно, все перечислять. Я думаю, тогда у вас будет продлиться. Больше того, если я сейчас начну говорить, что какой-то из них более важный, это даже не холивар, я даже сам так не считаю. Лично я, например, владею 12 языками программирования. Из тех языков программирования, которые читаются, по которым можно специализироваться в нашем институте, это CC++, Java, JavaScript, Go, 1S, Python, MATLAB, VHDL, VeriOak. Я могу продолжать дальше, но не буду. Это зависит от специализации. Чем вы занимаетесь? Любой язык на выбор, если человек уже владеет. Это связано с тем, чем вы занимаетесь. Понимаете? То есть одно дело, когда вы проектируете высоконагруженное веб-приложение, в этом случае вам нужно изучать Nginx. Либо вы, например, разрабатываете обычные клиентские, те же самые веб-приложения, и хотите специализироваться в Python, то изучаете Python плюс Django. Либо, например, вы хотите заниматься мобильной разработкой, в этом случае это что называется, Swift, безальтернативно. Хотите заниматься параллельными вычислениями, это C++ плюс CUDA, ну CUDA это как раз аппаратный ускоренный язык на видеокартах. Математическими вычислениями MATLAB и R, под, что называется, то, чем вы вообще заниматься собираетесь. Но современные языки программирования, коллеги, чтобы вы понимали, они друг от друга отличаются не сильно. То есть это как, ну, то есть понимаете, когда вы знаете два языка программирования, условно говоря, различных, вы можете считать, что вы знаете практически их все. То есть они не сильно отличаются по концепции. Есть, конечно, особенные, например, там функциональные, тот же самый Haskell, или тот же самый VHD Overlook, который я сказал, который используется для программирования так называемых интегральных схем. Но все современные языки программирования, они, в общем-то, плюс, минус, одинаковые. Вот, ну, как бы так. И это тоже вдогоночку вопрос. Цитирую. Есть ли Android-разработка в вашем институте? У нас есть лаборатория мобильной разработки, где, конечно, извините, вы рабочих станций таких не найдете вообще нигде в нашей республике. У нас одна рабочая станция лаборатория мобильной разработки стоит 1 миллион 800 тысяч рублей в ценах 20-го года. Это такой компьютер? Да, их там много. Да. То есть, да, то есть вот вы можете по Android-разработке заниматься различными вещами, начиная от интерфейса UI, UX, то есть проектированный дизайн интерфейс. Android-разработкой, которая ориентирована на разработку устройств Internet of Things, то есть интернета вещей. Android-разработкой классической, то есть, ну, когда вы просто работаете на стандартных фреймворках под Android. Либо Android-разработкой, которая ориентирована уже под специфические платформы, специфический магазин. Например, вот Huawei недавно выпустил собственный магазин, и там, в общем-то, есть тоже вот определенная специфика. У нас очень большое внимание уделяется Android и iOS-разработке, просто потому что одним из наших ключевых направлений деятельности проектной является разработка Android и iOS-приложений, которые в себе содержат очень серьезную бизнес-логику. То есть вот у нас, собственно говоря, что-то говорить, за последние два года три наших приложения получили выбор Apple. То есть поэтому, в общем-то, да, мы очень серьезное внимание уделяем мобильной разработке. Вот непосредственно даже Антон Александрович, я могу даже так сказать, он непосредственно даже является вообще руководителем самой лаборатории мобильной разработки. То есть вот так. То есть у нас вот есть вот несколько, у меня есть несколько заместителей, да, вот всего двое из этих заместителей является руководителем лаборатории, Антона Александровича руководителем лаборатории мобильной разработки, трое. Искандер Гаязович, главным инженером студенческого конструкторского бюро, И Тумаков Дмитрий Николаевич, руководитель лаборатории высокопроизводительных вычислений Data Science. То есть это те направления, к которым мы уделяем принципиально внимание. Антон Александрович, раз вы здесь, может быть, что-нибудь расскажете, дополните про мобильную разработку? Я думаю, что достаточно много, конечно, сказано про мобильную разработку. То есть у нас занимаются и iOS, и Android. Мы разрабатывали как собственные приложения, так у нас всегда есть заказы на приложение. То есть еще раз, это лаборатория, в которой занимаются реальной практикой. То есть это не в рамках того, что вам проводятся лекции в течение семестра. Это как дополнительные, даже скажем так, практические занятия. Работаем мы на разных, на современных языках. Это тоже зависит от того, какой проект выполняется. То есть на Android это, например, и Java, и Kotlin. Ну, на iOS это, соответственно, у нас идет Swift. И в редких случаях, когда нужно какие-то компоненты дополнить, это обзор 6C. Также есть программисты, которые, ну, студенты-программисты, соответственно, которые делают... То есть если вам интересно делать интерфейсы, программировать простые вещи, вы можете программировать их. Но во всех наших приложениях всегда есть, так называемая, научная часть, за счет чего приложения и становятся уникальными. Это программисты, которые пишут алгоритмы на C++. И эти алгоритмы тоже в рамках мобильной разработки внедряются в данные приложения. Да, спасибо. Вот как раз-таки тоже вопрос от слушателей, зрителей. Подскажите, на каком конкретном направлении студенты изучают Data Science? Если вы хотите специализоваться на Data Science, я однозначно предлагаю вам поступать на направление прикладная математика и информатика, за которые отвечает кафедра прикладной математики. То есть это называется КПМ. То есть прикладная математика и информатика. И бакалавриат, и магистратура. Я думаю, во всех направлениях, бакалавриат, магистратура, можно подробно узнать на вашем сайте и соцсетях. Конечно, причем по запросу отдельно, если вы обратитесь, мы вам вышлем прямо индивидуально красочные буклеты, индивидуально сопроводим. Понимаете, сейчас это... Мы, правда, очень большое внимание осуществляем индивидуальной поддержки наших будущих студентов и коллег. То есть с огромным удовольствием вам поможем. Вопрос. Студент-первокурсник. Что с общежитием? Студент, который поступает, видимо, на первый курс, я так полагаю. Да, да, видимо, это имеется в виду. У университета есть лозунг, что мы заселяем всех. Конкретно для первокурсников очень хорошие новости. В этом году у нас вышел указ, что всех первокурсников мы заселяем в деревню универсиады. Это общежитие с шикарными условиями, где есть и четырех, и трех, и двух, и одноместные. Я даже буду их называть номера, а не комнаты, потому что это не просто комната. У них есть свой санузел. То есть это современно отремонтированное здание. Одни из лучших в Казани, наверное, зданий. Это квартира. Да. То есть по факту это как квартира. То есть студенты живут либо один, либо вдвоем, либо втроем, либо вчетвером, но в очень достойных условиях. Как вы вообще понимали, это кампус для спортсменов, которые приезжали на универсиаду в город Казань. В 2013 году. Да. Ну, как бы с тех пор там еще неоднократно производилась как раз от реновации жилищного фонда. То есть это, ну, это действительно классное жилищное условие. То есть, ну, даже в соседних регионах ничего подобного никто предложить, конечно, не может. Ну да, как раз таки в ролике показывали про универсиады, и девушка симпатичная рассказывала там. Вы сказали, что до 29 июля подать документы можно. Рекомендуем однозначно в пределах до 24-25. Соответственно, после этого времени уже будут первые экзамены вступительные испытания. Вопрос. Когда будут проходить экзамены для... Вы про магистратуру говорите? И про бакалавриат в основном. Какие экзамены вступительные испытания? У нас при этом ЕГЭ прием идет. Тогда вот вопрос. Когда будут проходить экзамены для иностранцев? Экзамен для иностранцев. Определено расписание на сайте. Когда вы подаете заявление, у вас также высвечивается, когда у вас будет экзамен. Конкретно сейчас определяется расписание для иностранцев. И буквально сегодня-завтра уже должно быть на сайте. Я еще про контракт скажу. То есть, что вы вообще понимали, коллеги, у нас достаточно высокий проходной баллный бюджет. Но контрактников мы берем уже с баллов, условно говоря, от 150 и выше. То есть, даже если у вас есть радикальный провал, например, по русскому языку. Ну, так бывает. Не нравился вам русский язык. Или, наверное, по физике. Но вы хотите учиться на программиста и понимаете, что вам это нужно. Но на контракт вы проходите практически гарантированно. Ну, то есть, если есть какой-то поросет по какому-то экзамену, это... Ну, да. То есть, это на контракт вы проходите. На контракт вы проходите. Когда крайний срок... Вернее, не так. Когда уже точно нужно привозить свои оригиналы документов? Крайний срок. Вот, ранее я уже упоминал. Крайний срок. У вас будет несколько дней. Это будет обозначено после 29-го числа, когда нужно именно подать заявление. То есть, не оригиналы документов. То есть, вы подаете либо оригиналы документов сразу с заявлением о зачислении, либо, как известно... Как результат становится известно, вы подаете заявление о зачислении. Даже не то, что как результат известен, даже можно до 29-го это делать на то направление, которое вы уже точно считаете, то, что это ваше, что вы уже сюда проходите. Документы, сами оригиналы, если вы уже подали заявления, подписанные, можно принести и немного позже. Но здесь же, опять же, рекомендуем все, соответственно, приносить заранее. То есть, скажем так, скорее всего, в этом году, если вы набираете от 200 строк обаов и выше, то вы с очень высокой вероятностью проходите к нам на бюджет. Вот еще вопрос, видимо, от абитуриента, который пропустил день открытых дверей. Будут ли еще у нас неоткрытые дверей в институте вашем? При наличии достаточного количества заявок, да, о заявке можно оставлять на колл-центре. Хотя бы десяток соберем, проведем. Отлично. Да, и вот в ближайшие дни будут неоткрытых дверей от направлений. Оставшиеся, то есть, у нас уже полторы недели идут неоткрытых дверей по направлениям. Всю информацию вы можете увидеть в инстаграме. Там ежедневно проходит реклама, оповещение, во сколько и в какой день. Ну, то есть, мониторить сайт вашего института, инстаграм-института, и там вся информация, все это есть. Что ж, да, вот еще один неоднократно спал вопрос. Девушка интересуется про бизнес-информатику, бакалавриата рассказать, просит. Бизнес-информатика, бакалавриат, вот именно бакалавриат, специализируется на IT-специалистах в области экономики бизнеса. Ну, условно говоря, основная специализация здесь – это 1С-программист. В бизнес-информатике магистратуре она на самом деле является значительно более даже интересной, чем бизнес-информатика бокового ряда. Ну, как бизнес-информатика бокового ряда, это если вы хотите пойти в IT-служеб, программировать 1С. Работа интересная, денежная, ничем принципиальным от других наших направлений не выделяется. Не дата-сайлс, условно говоря, не дата-сайлс. А вот бизнес-информатика магистратуры, она отличается принципиально. Бизнес-информатика магистратуры почему мы, в частности, берем с других университетов и инвестиционных партнеров интенсивно? Потому что на бизнес-информатике магистратуре за 2 года мы готовим руководителей IT-служб предприятий. Им прямо руководители IT-служб. То есть, там идет отдельное внимание проектному менеджменту в IT, бизнес-аналитике, управлению IT-коллективами. То есть, бизнес-информатика магистратуры – это ваш выбор. Но для того, чтобы поступить в бизнес-информатику магистратуру, мягко говоря, не требуется поступать в бизнес-информатику бокового ряда. То есть, любое из наших направлений для этого подходит. Ну, то есть, человек, который учился на, допустим, прикладной математике, может пойти в магистратуру… Или в прикладной математике-информатике, или в системном анализе. Он даже лучше туда пойдет, потому что, ну, скажем так, там идет более фундаментальная подготовка. Вот еще вопрос. Я начинающий программист, есть свои некоторые проекты. Можно ли доделать в вашем институте их и реализовать? Да. Больше того, если у вас есть свои проекты, вы считаете, что они интересны хотя бы вам, можете спокойно подойти ко мне, как к директору института. И мы можем в порядке исключения даже с первого курса включить вас в СКБ, если у вас действительно есть, что показать, если у нас действительно есть, в каком управлении посотрудничать. Все ж, ну что, я думаю, время у нас уже подходит к концу. Осталось 5 минут до завершения. Буквально пару слов будущим абитуриентам, которые поступают, будущим первокурсникам. Антон Александрович, опять же, он поступал и заканчивал ВМК. Мы тогда ждем слова. Значит, уважаемые ребята, родители, самое главное, повторимся, вовремя подавайте документы, подавайте их заранее. Получили аттестат, сразу заходите в систему, буду студентом, подаетесь, приезжайте к нам, вам здесь во всем помогут. Вот, экзамены уже прошли, результаты ЕГЭ уже по всем предметам известны. Вот, опять же, не бойтесь, если вы не проходите на бюджет, вы можете поступить на контракт. Дмитрий Евгеньевич очень хорошо рассказал, какие сейчас выходы есть по тому, как поступить на контракт, особенно по специальным программам от Сбербанка для студентов, для кредитования, для абитуриентов. Вот, у нас в институте всегда выпускали первоклассных программистов. Не было ни одного выпускника, который бы сказал то, что ему не понравилось на ВМК или в МИД. Вот, так что добро пожаловать к нам. За заключение тех, кого отчислили. Ну, тех, кого отчислили. Тут ребята сами делают свой выбор. Не учащись в институте. То есть, опять же, учиться у нас непросто, но учиться у нас здорово. Вот, очень ждем вас у нас в институте. У нас как активная научная деятельность, так и активные развлекательные мероприятия. Вот, всем, скажем так, иностранцам и всем иногородним хорошего пути к нам. Мы вас здесь встретим, сопроводим, поможем подать все документы, ответим на все вопросы. Ну, то есть, не будет такого, я вот просто скажу тоже. Можно я все-таки продолжу, закончу. Да, я пытался несколько раз уже это сделать. То есть, почему к нам надо поступать? Вы такое образование, тем более контракт по таким ценам, ни в Москве, ни в Питере не найдете. То есть, еще тем более с включением в проекты. То есть, если вы рассчитываете, что можно стать программистом, пройдя там два года курса на скиллбокс, вы глубоко ошибаетесь. Если вы считаете, что пройдя какие-то курсы, можно рассчитывать на хороший зарплатный чек, вы ошибаетесь еще больше. Обучившись у нас, вы точно не пожалеете и сможете потом расти в ряде профессиональных мест, но, по крайней мере, уже не заботитесь о своей финансовой составляющей. Захотите заниматься исследованием? Пожалуйста. Захотите заниматься проектами в индустрии? Ради бога. Вот индивидуальный подход в этих направлениях, индивидуальную беседу с каждым студентом в области IT обеспечит вам в большом радиусе, что называется, несколько сотен километров, только наш УЗ. Я вообще очень ценю, когда со мной индивидуально хотят переговорить либо родители, либо студенты, потому что можно найти выход из любой ситуации, даже если у вас не очень высокий балл, даже если у вас там не хватает денег на контракт, на обучение, даже если у вас есть проблемы с обучением. Пойдемте, мы всегда на встречу пойдем и мы всегда сделаем так, чтобы вы не пожалели, что вы к нам поступили. Да, Антон Александрович, вы говорили про студенческую жизнь, то есть человек, который поступает к вам, он не будет только сидеть за компьютером все время и писать, он будет заниматься и спортом, и какими-то творчеством. Если у человека есть такое желание, конечно, будет. Мы никого не принуждаем, то есть есть те люди, которые сидят и круглые сутки программируют, им этого достаточно, но если у людей есть желание, то абсолютно любые сферы, включая, надо сказать, киберспорт, то есть у нас есть отдельный отдел с киберспортом, там у нас есть Counter-Strike, Dota, сейчас возобновляется Майнкрафт, то есть в этом году, если кто следил, его не было, но тоже обратно он у нас вернулся. В Майнкрафте в этом году с Абантой был. Да, так у нас очень сильная команда, в общем-то, мы проводим мероприятия по квизу, мы отвечаем в Казанском федеральном университете за шахматную подготовку, у нас открывается, кстати, новый центр, центр Карпова, который, в общем-то, открывает, открывает вместе с нами в августе месяце чемпион мира по шахматам, как раз Анатолий Карпов. Мы очень большое внимание уделяем досугу, потому что вы можете продуктивно работать только в том случае, если вы умеете продуктивно отдыхать. Ну, прежде всего, мы это сами хорошо понимаем, потому что я вот вам скажу, что называется, может быть, там, в некоторых случаях, там, прием ниже пояса, но вот Антону Александровичу 31 год, по-моему, да? Мне 35. То есть, даже я, как директор института, еще не вышел из возраста молодого ученого. Поверьте, я очень хорошо понимаю, что вопрос не только в учебе, но также я очень хорошо понимаю, что нужно сделать для того, чтобы, что называется, сделать правильный выбор в вашем возрасте. Ну что ж, вам большое спасибо за ответы. Абитуриентам спасибо за вопросы. Напоминаю, что это был Инсталайв с Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ. На вопросы отвечали директор института Чекрин Дмитрий Евгеньевич и заместитель директора по воспитательной социальной работе Антон Егорчев Антон Александрович. Что ж, ну на этом, я думаю, мы завершаем наш Инсталайв. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Инстаграм-аккаунт Ив Мита, на Инстаграм-аккаунт Универ ТВ. Подавайте заявление, ничего не бойтесь и удачи всем в будущем учебном году. До свидания. Продолжение следует...